вы откроете мне да да алексей и там сразу же будет первый вопрос там будет музычку вам слышно скорее всего да ну вы скажете мне когда начать смотреть или уже вы можете принципе открывать уже потому что первый вопрос вас ждет вы зашли уже и так музыки музыки нет огласен итак алексей первый вопрос напомню у вас есть три подсказки которые сейчас активны звонок другу 50 на 50 одна дополнительная жизнь то есть если вы ошибетесь то в один раз я все равно пропущу вас дальше и помощь чата но этой подсказка надо пользоваться очень аккуратно потому что чат бывает очень коварен и непредсказуем и если я надеюсь что вы сегодня очень умная если чату нравится как выступает участник то он ему помогает если нет они подсказывают неверный ответ алексей будьте осторожны итак первый вопрос первый вопрос как будет звучать слово папа на латыни ответ а дед ответ б а то ответ c бачку ответ д пейтер ну дед на английском тогда на украинском батька на белорусском получается да получается д вы уверены в этом ответе и не стоит даже размышлять я думаю что да потому что когда я отвечал на этот вопрос я не знал на какого я думал это дед я читал от им перепутал с английским да абсолютно верно даже не будем сейчас затягивать это правильный ответ и мы сразу переходим к следующему вопросу второй вопрос из какого фильма данный отрывок отрывок я вам сейчас дам послушать так очень бы хотелось чтобы вы слышали этот звук а что вы его слышали я его выведу вот сюда вот сейчас слышите звуки да да вот сейчас и игру услышал отлично все поэтому сейчас я даже выведу еще систем сюда потому что это будет звука и так вопрос номер два вот этот отрывок слушайте его музыку я поехали и восстали машины из пепла ядерного огня и пошла война на уничтожение человечества и шла на десятилетия но последнее сражение состоится не в будущем она состоится здесь наше время сегодня ночью ответ а назад в будущее ответ б мы миллеры ответ c зеленая миля ответ d терминатор вы смотрели фильмы с таким переводом алексей вот это это мне только смущает перевод по звуку по звуку это терминатор то есть по музыке которая на заднем фоне именно по именно по музыке вот этот вот прекрасный замечательный голос озвучка это конечно трешачок потому что например мы миллеры могли такую херню вставить потому что это комедия не просто где-то там в каком-то отрывке это было бы назад будущем это точно не было в зеленой миле этого точно не было сомнение против миллеры терминатор но прям дело что это терминатор я не думаю что все таки вы миллеры был такой отрывок хотя и не смотрел хотя там есть неплохая актриса дженнифер энистон если я не ошибаюсь и у нее там очень крутые сиськи да 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 это абсолютно точно но здесь я думаю что такую там небольшую подсказку она них не является какой-то 5 подсказкой просто от меня что здесь надо сделать акцент на перевод потому что дьявол кроется именно в нем ну и если на перевод тогда мы миллеры если на перевод потому что ну в назад будущее назад будущее ну там точно не может быть назад будущее тоже марте я бы алексей вам сейчас еще разок поставил этот фрагмент просто чтобы вот немножечко давайте в полной тишине и отключу абсолютно те звуки сейчас и просто послушаем этот фрагмент что это такое и восстали машины из пепла ядерного огня и пошла война на уничтожение человечества и шла на десятилетие но последнее сражение состоится не в будущем она состоится здесь в наше время сегодня ночью ну не на терминатор но не может быть других вариант по музыке это точно терминатор но по озвучке ну ну озвучивал какой-то хороший человек ну не важно терминатор я остановлюсь не был убийцы кстати тоже возможно если вы помните фильм с ван дамом такой там был абсолютно такой же перевод это может быть дай киборг-убица но такого варианта здесь нет это старая озвучка когда еще вот так вот но закрывали якобы я знаю все эти фильмы да но нет я таки оставлю возможно это гавриленко даже озвучивал абсолютно точно алексей даже не буду не буду тянуть да это правильный ответ это сколько я заработал день терминатор у вас вы заработали два вопроса сейчас будет петь кстати если вы выиграете алексей вы получаете 10 собак ничего себе да вот это интересненько да идем дальше следующий вопрос какой самый залайканный в инстаграм пост в инстаграме за все время ответа рождение дочери роналду ответ б дженнифер энистон и и друзья ответ c дима ликс едино ответ д куриное яйцо если вы убрать подсказку чата на этот вопрос то лучше не брать ее так ну как бы я не любил ликса и дину этот мой вопрос отметаем модель не дотягивает чуть-чуть до рождение дочери роналду если честно не видел этот пост дженнифер энистон и друзья этих ребят знают весь мир и в принципе они могли бы быть самым за лайканом постом но тоже не факт куриное яйцо зная инстаграм и зная всю ту залупу которая порой происходит на этой замечательной площадке на куриное яйцо выглядит как неплохой вариант на самом-то деле вот поэтому вот у меня либо рождение дочери роналду либо куриное яйцо ну вот вопрос ведь понимаете все просто все гениально просто свода яйцо выложил и вот тебе пожалуйста что может быть проще и царите ничего только дима ликс едино да это выбирайте цех не знаю я я правда не видел этих фотографий но по абсурдности ответов и потому что здесь вот куриное яйцо прям явно выбивается я положусь на свою интуицию и дам ответ д куриное яйцо ответ принято так мне почему-то звук не кончается ничего страшного да алексей абсолютно про здравая логика и правильный ответ д куриное яйцо и тут конечно мне ну вы все красиво сказали все красиво следующий вопрос четвертый вопрос я звуки включу нормальные что были и озвучила вопрос такой как называется гибридный вид спорта комбинация шахмат и бокс пешка бокс ответ б мат бокс ответ c шаг бокс ответ д слон бокс это такое существует да да но это где-то неправильно походил тебе в ебали или такая там да ну я думаю что да как называется гибридный вид спорта комбинация шахмат и бокса пешка бокс ну пешка бокс называть как-то странно потому что ну шахма тоже не только пешки правильно поэтому назвать пешка бокс странно мат бокс тоже странно на самом деле потому что но это только лишь одна из комбинаций пусть и ключевых шахмат ша бокс больше всего смотрится как правда шах бокс звучит конечно херово если честно как бы взяли и соединили просто шахмата просто да просто решили не заморачиваться ну потому что кто это вообще придумал я не знаю зачем это надо всем вообще этот вид спорта доказать что боксеры типа умные или что но мы то мы так знаем что а есть боксеры которые очень умные очень начитанной но слон бокс слон бокс кстати звучит вот единственное что из этого всего слон бокс это прям вот звучит это как роблокс только слон бокс вот слон бокс звучит мне нравится шах бокс и слон бокс мне нравится но вам нужно выбрать один ответ 2 я к сожалению принять не смогу чат чат пишет это же очевидно ну шах бокс шах бокс это очевидно вы что ну вы слушаете вы слышали когда-нибудь много знал вот рэпера да ну возможно прям чтобы слушать не слушал возможно трек какой-то мелькал говорят что у него есть трек как раз вот называется очень похожим словом у него есть трек да это же так ребята это дезинфалюта как в которой сейчас ввожу алексея да не мне это ничего не даст правда потому что я а у него битбокс ладно ну смотрите опять же говорю что называть комбинации было бы спорно потому что все таки тогда бы почему не нас почему тогда оставили просто бокс почему не назвали тогда если комбинации брали я не знаю какой-нибудь там аппермат например да ну типа апперкот и мат объединили бы бокс как-то вот его обделили немножечко вот спешек начало точнее спешек шахмат начали выбирать я думаю что очень опрометчиво было бы называть именно комбинациями и названиями фигур например в шахматах поэтому я становлюсь на c на шах бокс что я могу сказать так алексей если бы вы сейчас играли в этот вид спорта с валуевым и сделали вот именно так именно так вам бы пришлось его ударить потому что это абсолютно верный ответ это замечательный шах бокс алёте алё зар да здравствуйте как вы проникли на эфир у нас проходит игра кто хочет стать миллионером я захотел стать понятно вы можете помогать алексею сложных моментах в таком случае переходим к следующему вопросу пятый вопрос и несгораемые две сапки что это за фильм сейчас вам в идеале наверно в идеале вам нужно будет зайти на стрим можете только удавайте но залупа конечно в том что они удобно неудобно да будет и не нормально я чат закрыл я чат не вижу давайте зашел на стрим я еще не показываю минус ухо так мне сейчас нужно как-то сделать так бы я захват экрана просто сделаю все на стриме охват экрана и просто покажу видно вам алексей видно да оказываю итак здесь по абсурдности этой картинки да мы сразу видим что это комедия сразу видим этого замечательного блондина который тоже является у нас а комедийным актером ласли нильсон и конечно же поскольку он не играл ни в одном из других этих фильмов которые являются под точнее поставлены под bc и d мы конечно же выбираем фильм голубь 100 слушает чат немножко взбунтовался говорят что варианты это что-то воронино ну почти почти но это конечно же голый пистолет в принципе даже не назвав другие варианты ответа вы сразу принимаете решение огонь и что дети вы все смотрели серии голый пистолет нет я кстати вам могу сказать что я не смотрел в принципе полностью ни одну часть не важно отрывками урывками вот и вот как-то не знаю ну в детстве же мы же все у нас в детстве помните на телевизорах этот фильм очень часто шел только он по моему шел ведь вечернее время потому что там про мелькали тоже полно сиськи какие-то женские иногда там еще что то такое какие-то мелькали даже очень хорошие сиськи женские очень поэтому это голый пистолет конечно окей окей я принимаю этот ответ ответ а голый пистолет ну и да это правильный ответ голый пистолет и мы переходим шестому вопросу и будем ждать от него более 5 повышенной сложности потому что пока все очень просто для вас ну первые пять вопросов всегда легкие вот этот как раз тот вопрос который я ждал алексей сколько бывших нужно было одолеть главному герою фильме скотт пилигрим против всех 2 ответ b7 ответ c13 а т.д. как зубов 32 начинается проблема потому что не смотрел скотт пилигрим против всех и отдавать здесь ответ я могу только лишь наугад но знаете смотрите это будет тот вопрос до который его а хотя 6 подсказки вы не смотрели да я не смотрел поэтому у нас есть четыре подсказки ну как для подсказки 1 про одно право на ошибку на его наверное лучше оставить куда-то а выше этажом да вот из-за того что я не видел этот фильм здесь в принципе даже и раздумывать ничего потому что можно попробовать скажу будет наугад у чата поинтересоваться потому что скорее всего чат этот фильм смотрел я думаю что они без проблем могут помочь ответить на него ну хорошо давайте возьмем подсказку давайте возьмем подсказку чат пишет либо вы можете просто забрать две сапки которые уже не сгорели и всего чат пишет 7 да ну я понял что уже голосование не буду запускать ладно вот чат я вам доверюсь я воспользовались этой подсказкой я тогда ее убираю с помощью то убираем 7 то есть вы полностью доверяете выбираем 7 и конечно ответ принят 7 есть такие числа же замечательные 13 2 но 2 ладно 2 слишком мало фильм бы не удалось на полтора часа растянуть но 1332 надо было поразмышлять ну 13 слишком многовато мне кажется за тоже за двух часов фильма 32 так тем более вот 13 или 7 согласен алексей да и чату можно верить потому что чат очевидно смотрел этот фильм да это правильный ответ 7 жен совсем больше точнее идем переходим на седьмой вопрос какой мультфильм первым впервые в мире получил оскар ответ ашрек ответ б король лев ответ c анастасия ответ d aladdin добрый разлой aladdin или aladdin 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 как оладьи хорошо если пойти ну вообще вообще я бы не думая не думаю сказал бы король лев но не все так просто как мне кажется в этом вопросе не все так просто потому что ну аладдин вряд ли как мультфильм не думаю что он мог получить ну а как сериал например как всех окно это же мультфильм дмитрий поэтому сериал или кино здесь вопрос очевиден вряд ли анастасия проблема в том что я про нее даже не слышал и не видел анастасия может быть рандомное имя просто от телефонной книжки случайно выпало мне вот я я летаюсь между шреком и между королем львом а вам какой из этих мультиков больше нравится король лев конечно не знаю шар пить как то что больше нравится потому что тут же играет мнение большинства и оскари тоже согласен полностью при том что а там есть за что получил оскар ну например за музыку или там но за картинку зарисовку скорее всего за сам сам проект шрек или король лев просто если брать 2 например забрать 50 на 50 то смысла нет он оставит мне шреки короля льва ему он может оставить например короля льва и анастасию либо аладдин анастасия либо шрек анастасии но аладдин он точно не оставит аладдин уже лампу свой это сто процентов я всегда при себя по вечерам иногда ладином чувствую ну да я тоже иногда аладдин и по утрам и по вечерам бывает компьютер может убрать на самом деле так что вам повезет и останется один верный вариант 1 1 такой который точно не верен потому что я не знаю как уберет здесь абсолютно автомата все происходит рак или король лев мне кажется такого легендарного мультфильма как король лев должен быть оскар да за что за что непонятно понятное дело но король льве прекрасно все выплачивая когда смотрели короля него ну конечно когда там папа умирает конечно грустно есть не хочу лишний раз намекать но есть подсказки которыми можно воспользоваться шрек или король лев злой он уже вышел он уже ушел нет добрый шрек или король лев за рыбы что выбрали то шрек или король лев мне кажется король лев легендарный на шрек тоже ты сдать и не какой мультфильм впервые получил оскар пушкину шрек какое время вышел в какое время король лев какого года шрек ребята я точно не могу какого-нибудь двухтысячного когда в тех годах до в тех годах для шака владимир владимирович как раз там пришел к власти вот и неужели до этого ни один из мультфильмов не получал оскар это же странно мультфильмов то было много да зарекомендовал о себе но шрек таким образом только один я так понимаю анастасия аладдина вы полностью отмени я бы взял 10 на я наверное знаете что сделаю давайте попробуем 50 на 50 я скипнул лекарств я скипнул то есть ты хочешь использовать подсказку жить старая на попробовать попасть в нужный вариант сейчас да ну почему нет как можно ли так сделать это седьмой вопрос это это правда к середина я бы выбрал короля льва я бы выбрал короля льва но я опасаюсь поэтому я беру вот эту вот жизнь вторую жизнь ну вам ее брать не надо вы просто сейчас тыкайте вариант ответа до королева неправильный я убираю эту эту вашу сохранившись жизнь и вы приходите дальше и дальше уже ошибаться нельзя хорошо и так человек или король лев король лев логика у вас было абсолютно здраво алексей вы убрали фильм анастасия потому что о нем нахуй никто не знает и возможно даже если бы он участвовал получение оскара он бы его не получил потому что о нем никто не знает аладдин все мы смотрели в детстве аладдина но оскара он так и не получал абсолютно точно в размышляли между двумя вариантами король лев это очень крутой мультик который я не смотрел а шрек очень классный мультик который я забыл но в данном случае алексей алексей шрек получал первый в мире мультфильм который получил оскар это неверный ответ но так как у вас была подсказка в виде жизни вы переходите дальше делали что мне нужно закрыть следующий вопрос кто является создателем карты д даст 2 ответа дэвид джонсон ответ б абдул измаил ответ c феликс чельберг ответ д даниил тисленко алексей ну вы в контре очень много времени посвятили мне кажется вы должны знать куда я думаете что там нам отчасти что ли сидел в контр-страйке но именно над такой матчастью точно не сидел хотя в какое-то время составлял там какие-то вопросики но ну данил тисленко понятное дело мы сразу убираем зевс не делал никакие карты феликс чельберг абдул измаил и дэвид джонсон да вы вы знаете кто такой данил тисленко да это здесь мог могли мог ли он вообще что-то либо создать нет зевс это бывший капитан команды navi он был ну не создателем команды он был ее бессменным лидер хороший игрок долгое время в индивидуальном плане в последние годы играл уже не очень хорошо в свое время играл классно но он больше ингейм лидер он больше капитан еще мотиватор такой да да это тот капитан которых вас очень мало и такого как здесь а скорее всего уже больше не будет ну либо он появится через какое-то время но мы об этом узнаем не скоро так я почему-то склоняюсь к феликсу чельбергу но дэвид джонстон абдул измаил феликс чельберг кто является создателем карты the dust 2 да даст два у меня сейчас бунтует по поводу короля льва а что там что король лев получил оскар в девяносто пятом а шрек получил оскар в 2002 а по дмитрий он же сюда ребят проверьте эту информацию пожалуйста проверенных источниках википедии для начала пожалуйста мне пока мы размышляем над этим вопросом какого подсказку ой подсказать жизнь мы верните дмитрий пожалуйста спасибо ну и сейчас еще еще там ребята серьезные люди разбираются я уже просто думаю я уже просто думаю итак когда я отвечал на эти вопросы алексей ну и просто не я их составляю я на самом деле я попал в правильный ответ видео благодаря тому что я вообще с контроль ними никаких дел и с логикой тоже ну по логике вы наверное выбрали абдулла измаила мне кажется на дастин как мне кажется и попали феликс чельберг вот что-то такое прям а шрек правильный ответ все нормально ребята нормально феликс чельберг вот мне прям нравится попробуйте взять 50 на 50 а чё он не уберет зевса уберет получается что я не беру 50 на 50 а я беру 75 на 25 или 25 но тем не менее вдруг исчезнут те варианты которые вы между которыми вы мечетесь и тогда вот для вас ответ будет очевиден есть шанс небольшой что так произойдет дэвид джонстон что это какой-то вообще дэвид джонс какой-то из пират грибского моря дэвид джонстон когда это именно обдул измаил феликс чельберг как обдул или измаил мне кажется c феликс чельберг вот что-то такое ощущение что я где-то слышал вот эту вот фамилию или в контр страйке вот где-то прям я ее слышал а может они не хочется чтобы это был самый быстрый выпуск не хочется алексей чтобы вы ушли с двумя всего сапками вообще хочется просто 10 это больше так у нас ли звонок другую 50 на 50 да да и звонок другую 50 на 50 но если у вас есть друг которому можно позвонить или может быть кого-то там попросить того же зарка или не знаю там злой не злой кто там дина может быть знает вряд ли за ты знаешь ответ на этот вопрос я могу узнать можете позвонить за руку а лиза пользоваться все вы пользуетесь этой подсказкой но ему даже у него будет 20 секунд на то чтобы узнать но несмотря в чат зарк я вообще никуда не буду смотреть я дам 20 секунд алексей вам зарк этот этак сказать выяснить да не я я не буду звонить я не буду звонить я ровно конечно много денег я просто не уверен назад извините я не уверен просто что вы знаете я не уверен что вы знаете дэвид донстан дэвид дсказ обдулла измаил феликс чельберг да не очесленко тогда нил тисленко убираем адулла измаила убираем дэвид джонстон или феликс чейберг у дэвид джонстон это вот вообще дэвид джонс прям изרי дэвид джонс на прими проч Nowadays и мне прям звучно про знаешь что-то как будто челчур добился да что-то сделал а подожди в дэвид джонстон есть 2d и в даст есть 2d весна логика д д д а там минуточку до минут такой логики и придержимся дмитрий 2d д даст поехали 2d д даст окей окей на этом вопросе мы уже очень долго поэтому я не буду тянуть я приму этот ответ дэвид джонсон не знаю действительно ли dd и дэвид джонсон как-то имеют какое-то происхождение да вот именно от имени его да даст но это правильный ответ да даст до создал дэвид джонсон алексеев и геню д д д д а чат им вот интересно загуглить а сколько дэвид джонсон получил за создание карты д даст вот эта карта вот без нее не было бы контр-страйка можно сказать я не знаю без нее бы наверное контра была не такой вот он до сих пор получает какие-то отчисления или 0 мне кажется мне кажется ее выкупили просто у него и продал за сотку баксов да и да это правильный ответ это все четко сложное что-то подспотел 9 вопрос или возможно на этом вопросе будет такой легкий прохлаждающий душ 9 вопрос какого музея не существует в мире ответ а музей волос ответ б музей киткат ответ c музей дерьма ответ d музей нижнего белья вы были в каком-нибудь из этих музеев алексей даже в россии жил соответственно музей дерьма полиция отвечает все нормально 50 рублей там вопрос чуть некорректно был составлен в итоге мы прошли я думаю что ответ не изменился смотрите если мы пойдем с логической точки зрения музей нижнего белья сто процентов есть потому что нижнее белье испокон веков она была и она была разным и поэтому люди которые приходят в этот музей просто знакомиться с тем что раньше носили люди под одеждой музей нижнего белья мы точно оставляем музей kitkat я не знаю историю компании kitkat я не знаю сколько она существует и что можно было бы показывать музей kitkat но возможно в музее kitkat там портрет создателя не знает не знаю первый какой-нибудь станок на котором производилась или там первый какой-то там при первая плитка шоколада и вот это вот все не это выглядит как какая-то определенная такая комнатка где лежат какие-то вещи определенные принадлежащие вот первым выпуском этой кстати говоря неплохой шоколадки музей дерьма и музей волос а и лице и вот вопрос поскольку а где вот в каком музее можно было бы разместить больше всего экспон может быть здесь от такой логики исходить как считается смотрите музей дерьма например да может иметь место быть например там типа а вот это фекалии мамонта этим фекалием уже больше трех миллионов лет и обратите внимание они до сих пор воняют что азарк вот и и соответственно а вот ну реальный а вот что с волосами они же все по сути ну не то чтобы однотипные но ну что с ними ну как однотипные у разных например не я понимаю азии там у людей очень жесткие волосы да там допустим взять другой гоносе и волне у них свои там какие-то кучеряшки я не знаю что угодно мне кажется если я возьму 50 на 50 останется музей волос и музей дерьма но вы можете попробовать взять ну давайте 50 на 50 ну не так 50 на 50 использую подсказку компьютер убери два заведомо неверных варианта а вы не видите но ушел ответ а и ответ d остался музей снации музей дерьма и б музей киткат это компьютер убирает алло кат это если вы там хотите прийти с рекламной кампании ни в коем случае не думаю что мы это оставили это специально это не то никак не не стакается музей дерьма и музей киткат слушайте но вот исходя из моей логики что ну музей дерьма но он реально может быть потому что реально там могут быть какие-нибудь фекалии дракона фекалии галонде мамонта фика это же все изучается там это же все это реально может быть да и знать да и принципе там просто может быть знаете знаю все эти музеи там просто в центр может зайти там нас рет кто-нибудь и просто вот и все будут ходить и восторгаться а вот это да поэтому я выберу что не существует музей киткат хоть я и предполагал что возможно какие-то там вот эти вот но мне кажется что музей киткат еще не там вот музей дерьма уже есть это говняный музей пишешь я могу музей киткат нет окей музей киткат я принимаю этот ответ ну на самом деле тут здравая логика нужно на придерживаться такой что можно где в какой музей можно полить больше всего экспонатов вот учитывая то дерьмо которое происходит в мире конечно музей дерьма он есть далеко ходить не надо достаточно выйти на улицу или посмотреть новости не будем углубляться да это правильный ответ музей киткат и что самое интересное чат здесь пишут что в сентябре в японии открылся популярный музей киткат принципе принципе тут нет правильного ответа поэтому алексей ничего страшного следующий раз подойдем вопросом более ответственно потому что в сентябре кто знал что в сентябре откроется нахуя нужен музей киткат это шоколадка одна большая маленькая все что-то на просто загуглил на английском инфу и нашел музей киткат так на английском на русском то нету реально следующий 10 вопрос и 4 несгораемых сапки ответить на него или я уже дошел до него но уже 4 не сгораем сапки вы уже дошли до него у вас остается одна подсказка звонок другу на какой сериал отсылка в данном эпизоде у ту рамы ответа американская семейка ответ б обычная женщина ответ c бесстыдники ответ д женатый с детьми внимание на экран но губер чет это бега мне надо стрим открывать да давайте чат закрыла не шел вот он не пойдет я причесалась как ты хотел что это за люди друзья а где ты взял диван телевизор все это кто-то отдавал это на улице задаром как и ты себя не звук нужен тут у меня просто его нет я могу вам вывести звук но вот он влияет как-то или нет да в идеале если вы включите когда будет вообще удобно что без это рассинхронно я думаю со звуком алексей готовы да я причесалась как ты хотел что это за люди друзья а где ты взял диван телевизор все это кто-то отдавал это на улице за даром как и ты себя лила жаль что они не дали тебе то что тебе необходимо зубную пасту и вазелин и спасибо за 22 я распишусь итак алексей варианта ответа американская семейка обычная женщина c бесстыдники и d женаты с детьми какой-то из этих сериалов вы смотрели нет так же как футурам и футураму не смотрели серьезно нет не смотрел полностью нет частично какие-то возможно серии но полностью не смотрел вы футураму вы не фанат такого юмора так социального наверное да ему не то что не фанат просто наверное как-то не в то время когда надо было он не попался мне под руку наверное так вот возможно стоит уделить этому внимание но из всего то что здесь я вижу из фильмов мне знакомы только бесстыдники вариант c то есть я не видел американскую семейку я не видел обычную женщину женаты с детьми тоже не видел вот бесстыдники это максимально это просто хотя бы что-то что я что я видел что более или менее кстати чат тоже скорее всего не смотри не смотрел и не понял на какой сериал это отсылка да что чат я тоже не понял потому что я не фанат таких сериалов именно я смотрел футураму но я не знаю все отсылки которые они делают это сложный вопрос да это сложный вопрос здесь какая-нибудь американская семейка возможно имеет место быть вообще герой вот этот который сидит и рука у него вот так вот в штанине в штанах вот этих вот это вот прямо гена букин это вот прям гена букин сто процентов единственное что если я не ошибаюсь счастливы вместе произошел от американского сериала ну то есть сто процентов когда что происходит у нас то есть они взяли идею они взяли идею и по моему и по моему называется этот сериал женаты с детьми либо американская семейка неплохо алексей неплохо здравая логика да и вот вопрос мама мага пишет звони жду мага ты можешь зайти в ds если алексей согласится воспользоваться подсказкой звонок другу ты можешь зайти в ds а мага прикол будете по телефон недоступен ясно но какой сериал отсылка в данном ну смотрите небе стыдники необычная женщина я думаю если мы берем это как прототип букина и счастливы вместе и берем это как то что они адаптировали сериал под русскоязычную аудиторию у нас остается два варианта либо это американская семейка либо это женаты с детьми этот и тот вариант подходит но какой из них верный а или d это вот и нужно понять потому что одна ошибка и на минном поле вы встаете куда куда ни одна ошибка это ошибся до одна ошибка и дорога дальше закрыты подряд стоит вы знаете этот ответ на этот вопрос мага если ты знаешь что будет подсказка звонок другу и ты зайдешь типа позвонил дискорде цветами от маг ну вот у меня два варианта либо американская семейка либо же на ты с детьми что из них правильно я не знаю но это максимально логично это или это максимально логично но что из них американская семейка как-то просто нет возможно но может быть знаешь знаешь как бывает обычно правда в простоте да но и знаешь как мне кажется вот если исходить еще из одной логики америка не хотела бы наверное если этот сериал вот такой вот ну немножечко наверное быдловатый да потому что мы видели такие шутки какие-то такие искрометные да и возможно америка не хотела бы называть так громко сериал дабы не заявлять что в америке все такие семьи ну понимаешь о чем то есть то есть американский плохой пример так скажем как ну да и типа на фоне других что типа а вот у нас в мире в американские семейки вот такие все и возможно не хотели бы называть так громко сериал американская семейка потому что как я уже сказал просто напросто америка страна которая хочет быть примером и такие вот моменты они не очень показательны не с хорошей стороны для америки поэтому и если вот моя логика везде здесь сейчас подходит и все мои размышления верны мы это узнаем после ответа остается у меня только один вариант я выбираю вариант д женаты с детьми ответ д женаты с детьми я принимаю этот ответ до максимально уверенно никакой дрожи в голосе ответ д принят до алексею несмотря ни один из этих сериалов у вас была выстроена вполне интересная логическая цепочка которая вас не подвела это правильный ответ женаты с детьми сюда боже вы видели как я разложил логически вообще кроме вы гений алексей это жестко это это очень жестко ну что идем следующий вопрос 11 у вас 4 сапки уже кем приходился петр второй петру первому ответ а сыном ответ б племянником ответ c внукам ответ д брат у вас потрясающая логика алексей может быть сейчас она сработает тоже боже петр второй петру первому ну вроде так довольно логично и очевидно сыном внукам братом племянником так они вообще могли быть знаете хотя тут все родственники и сын и внук и брат эти чтобы здорово было сейчас здорово было бы знать отчество петра второго у меня подсказка есть да у вас есть звонок другу но если вы позвоните маги например то я могу же не позвонить жене да конечно конечно я беру подсказку хорошо звонок жене она не спит нет из-за меня спала я бы просто повернулся работе да скорее всего надеюсь она сможет ответить на запретку не бахнет алексей мария я сейчас нахожусь на шоу кто хочет стать миллионером с дмитрием лексом и воспользовался подсказкой позвони другу на одиннадцатом вопросе у меня для тебя вопрос привет ей вам привет от дмитрия и отчата вопрос звучит следующим образом кем приходился петр второй петру первому сыном племянником внукам братом сводным братом петр второй петр первому братом получается не внукам и не племянником спасибо спасибо за 100 давай спасибо за 100 так алексей уверенный звонок и не очень уверенный ответ сыном племянником внукам братом племянник как-то далеко если честно вот в этой во всей иерархии я бы племянника вообще не брал если бы сам отвечал например брат мне тоже нравится сыном как-то как-то ну как-то странно как-то как-то дать чуть чуть не то сыном типа ну за хрен знает внукам или братом даже если мы отметаем сына и племянника потому что они больше всего не нравятся у нас остается внук и брат жена мне подсказала братом бум зарк зарк ты здесь алё да мне просто замочится чат попросил как ты считаешь знаешь продавая так знаешь правильный ответ прежде чем что-то что-либо скажешь но я не знаю не знаешь не хотите пообсуждать с алексеем но братом то есть был петр и был еще один петр то есть два петра получается было и один первый и другой второе два брата есть гений гений ребята смотрите есть еще одна логика во всем этом если я оставляю внука и брата и мне надо выбирать между братом и внуком но жена мне подсказала братом есть одна русская пословица послушай женщину сделай наоборот но не факт что это работает потому что бывало такое что это работало алексей жизни ну до в принципе я в принципе когда там разговариваю с кем-то это но при окчем когда его же дали на комими какими-то женщинами счет с кем-то там или например мама позвонит и говорит так сынок вот это вот это вот это вот это вот это я понимаю что так не сделаю но и маме говорю вам хорошо я там посмотрю решу но сделаю по-своему она говорит сюда вот поэтому даже с мамой иногда так работает потому что я делаю по-своему сработает ли это здесь я не знаю я правда не знаю кем он ему приходился абсолютно но мария у меня в принципе неплоха каких-то таких вот моментах у нас запоминают какие-то штуки чат бог чем пах алексей почему не знаю я бы тоже посмотреть мага может посмотреть внуками или брат на внук или брат ладно я ну поскольку в жизни я придерживаюсь этого принципа что я все равно делаю по-своему ну я прислушиваюсь к людям но все равно делаю по-своему опять же эта игра да ну если я вылечу меня все равно уже 10 ну то есть у меня все равно уже 4 до 15 еще далеко ну то есть и по-любому ну даже я сделаю по-своему и вылечу но не страшно ну значит я ошибся и сказал что типа ну сказал что это и так было прислушиваться к жене проводя все параллели и все доводы и не доводы я думаю что вариант c внукам принц и внукам я принимаю ответ алексей до 15 вопроса не так то и далеко три вопроса осталось это правильный ответ сюда ребята русские поговорки это послушай женщину и сделай вас они работают они работают они работают не веду самом деле два брата типа что такое волосы вероники ответа острова ответ б водоросли ответ c созвездия ответ д шампунь их сейчас будут позвонить жене да узнаешь только волосы ранить да не она даже если это шампунь она так хорошо давайте от логики пойдем могут ли быть острова волосами вероники могут быть такие два тоненьких островов параллельно друг другу могут ли быть водоросли волосами вероники могут быть почему вероники ну потому что например там типа в этом месте и не желая скалы со скалы например там в какой там период жизни там работ сбросилась или работала вероника либо работала либо со скалы сбросилась это исторические данные twitch ни в коем случае там не подумайте ничего жда и типа в этом месте она упала водоросли и там появились водоросли и все начали называть эти вот волосы к ну типа как и водоросли типа есть волосы вероники созвездия ну все созвездия если честно они обретают какую-то форму знаете тип там большая медведица там или там ковш какой-нибудь или там залупа ну не за ну не заведите залупы я имею виду а вообще что-то массивное такое волосы как-то странновато было бы если бы это было созвездие по поводу волосы вероники это залупы по поводу шампуня наверное слишком просто волосы вероники что за бред я бы такой шампунь никогда не купил что там волосы добавили туда или что или или что я сейчас полью на руки оттуда волосы польются на хрена мне свои есть у меня остается два варианта острова или водоросли острова или водоросли волосы вероники вообще изучали подводный мир когда и смотрели к кончику 100 там одиссея команды густо я в египте был пару раз нырял и изучал там прикольно да на красном вы наряде с аквалангом не с аквалангом просто вот рядом рядышком там с трубочки там бахнулся такой там туда заплыл папа там же принципе нырять далеко не надо на этом на красном море или какое там оно да ты просто погружаешься и все и там красота уже именно за этого все любят единственный минус красного моря что там эти походить нельзя песочка нет только какой-то искусственный там где вот а так там все плавают все кайфуют от этого вида вот смотрите мне больше всего по моей логике опять же нравится история с волосами вероники это именно то что она в определенном месте куда-то там упала на этом месте появились водоросли вот именно в том где она упала и эти водоросли начали называть волосами вероники но что вероника в честь ее память там 5 10 острова могут быть два параллельных острова в виде таких тоненьких полосочек но называть их волосами вероники это странно хотя они могут раскинуться не две полосочки а как типа такие прям приколдесные знаете как в дубаях ну как в дубаях да да вот она этот вопрос аферы я сразу и подумал что это может быть есть вll за раме да да вот поэтому у меня острова и леводрос 플�คน шампунь да не волосы вероники ну что типа может быть каждый быть перевод там я не знаю получишь видишь волосы как у вероники вероник херс херс вероник вероник херс ну не знаю крипово как на шампунь так называть тогда мыло можно было бы называть я не знаю там пальцы одиссея ладошки или там потные ладошки мыло созвездия не подход мне больше всего нравится острова или водоросли но опять же если мы углубимся это это все сто процентов ну как мне кажется мне как мне кажется это все из древней греции идет потому что они там любят знаете вот такие вот всякие штуки типа там вот такими штуками а это у нас что а это у нас волосы вероники а почему а вот потому что она здесь жила а вот потому что потом на месте этом там что-то размыло а вот эти не размыло и вот это и вот это и вот но я думаю что все таки хотя осознанно езди алексей почему вот чат негодуют созвездия типа почему не созвездия ну не чат точнее один чел не году ну не знаю для созвездия как-то как они располагаются эти волосы вероники там снег пошел как-то не знаю ну как я уже сказал созвездие для меня что-то такое большое каком-то начало созвездие всяких там типу разных волос верни как-то не ассоциируется мне вот острова или водоросли вот я только между этими метаюсь но знаете что дмитрий водоросли было бы слишком просто на тип они же имеют форму волос да я не там вверху такие да было бы слишком просто из-за этого мы останавливаемся на варианте а острова варианта острова я принимаю этот ответ алексей ответ а острова честно говоря я даже сам не знаю правильно ответ этом вопросе поэтому я бы вам даже готов был подсказать но я не помню его я не помню я знаю почти каждый ответ но вот на этот вопрос ответ я не помню мне кажется водоросли давайте просто узнаем и посмотрим сейчас вам же будет видно это давайте я просто нажму одну кнопку это шампунь алексей да пошел ты в жопу это что могло быть это шампунь на 12 вопрос волосы вероники блять шампунь извиняюсь за выражение это шампунь да но алексей так как в ответе с королем львом вопрос был составлен некорректно чтобы что повлияло на то что вы использовали жизнь я эту жизнь за что за этот вопрос следующие три вопроса я не даю ни единой подсказки я просто буду молчать и если вы на них вы отвечаете вы получаете приз полностью если нет извините мы с вами распрощаемся хорошо договорились нахождите пишут это созвездие мы не каждый вопрос осуждают мой нету такого созвездия там уже вопроса 3 набрал мне кажется как раз до 15 равно ответа с трава было не созвездие тут согласен все поехали дальше да блин сейчас нужно выпить и звук все алексей никаких подсказок от меня никаких подсказок следующий вопрос как меня будет все зарк молча никаких вообще никаких в какой стране был изобретен противогаз ответа германия ответ б англия ответ c россии ответ d франция подсказок вы видели противогаз ну да надевали в школе его когда у вас об уже было ну конечно я в нем один раз чуть не задохнулся что не понял как там дышать интересно интересно в какой стране был изобретен противогаз германия англия россия франция еще интересно в какое время он был изобретен но в сложное сфере просим это понять раз он понадобился я просто не знаю какой был первый противогаз может быть ваша логика приведет вас опять неправильному ответу попробуй спасибо и вы выберете и вы выберете потом противоположный и выберите 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 противогаз смотрите подключаем логику франция противогаз не звучит да он как это должен быть какой-нибудь там для противогаз или там ляга ли против не звучит короче францию на хрен отметаем сразу россия по-моему ни хрена не в россии изобретен противогаз потому что ну потому что я не помню этого чтобы в россии был изобретен противогаз противогаз хотя может и в россии против газ противогаз 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 конечно германия мне нравится знаете как на английском противогаз нет я тоже жаль но я могу загуглить и узнать в это понятно без маски без маски без маски без противогаз газ маска англия германия россия франция а знаете вот германия да вот она как-то да как-то стакается с противогазом очень старается я бы на самом деле выбрал германию но вот в англии вообще англия что у нас там было англия там чума вот эти эти там вот эти не маски для чумных докторов сделали которые чумой боролись помните такие даме клюк да как туда хлопья не волосы чеснок да я не помню чтобы там в то время там создавались противогаза на самом деле поэтому англию бы я от металл россию бы тоже и францию бы я отмел а в итоге осталось бы только германия по этой логике но по моей логике потому что я говорю хотя как-то между тем каком году примерно был изобретен противогаз до хрен его знаю дмитрия даже примерно вам не у нас так на 1837 как как далеко алексей далеко да ну тогда вот 1900 ну вот это уже ближе хорошо а но если это ближе это ближе это ближе первой мировой войне рядом с ним 10 11 12 14 15 ну не знаю мне больше всего нравится германия ну в смысле плане ответа на этот вопрос я бы выбрал а германию ну свои доводы которые мы возможно они где-то нелогичны возможно это принципе доводы они не имеют какого-то под собой вы понимали у меня на каждый вопрос челы гуглят инфу которая противоречит правильному ответу просто на каждый вопрос находят на каких-то китайских языках переводят там дети я не знаю муну скрипты и там другая инфа они пишут что противогаз изобрели в америке потому что в 1838 году был патент на противо на на устройство напоминающий противогаз получается правильно ответа нет 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 тут нет америке поэтому исходя из этого мне кажется мне кажется что это как-то связано с первой мировой войной возможно возможно и что первый и в какой стране был изобретен противогаз мне кажется что это германия я отвечаю вариант а ответ принят вариант а германия алексей это устройство было изобретено в 1915 году если не ошибаюсь близко довольно первой мировой войне и изобрели его вы не поверите я тоже был очень удивлен когда узнал и и я тоже выбрал ответ германия но нет это было не германия как думаете где изобрели францию что нет россия да да это россия алексей ответ c россия 13 вопрос но вы получаете свои четыре сапки и предлагаю предлагаю следующие два вопрос вопроса просто на энтузиазме так сказать ответить они не такие сложные на самом деле самые сложные попадались вот это россия 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 давайте посмотрим какие бы вопросы если вы ответили правильно на ответ с противогазным вопрос противоказом какие бы вопросы бы вам встретились дальше каком городе россии ведется сборка автомобилей бмв ответа ижевск ответ б калининград ответ c выборг ответ д чебоксары хрен знает калининград хотя выборг это где выборг это где строго жил а да не знаю калининград пусть будет там море есть да и вы бы справились с этим вопросом это действительно калининград и 15 вопрос какое психическое состояние описывает данный мультфильм ссср сейчас вам нужно посмотреть будет на экране экран на стриме я его сейчас включу так включаю экран эээээ это человеческая многоножка а он сейчас соберет Виталий, я днюсь, но сегодня Так, значит, я могу вам прочитать эти ответы, вы знаете какое-то из этих понятий? Я могу вам читать просто, что это за понятие, и вы, учитывая этот мультик, подберете правильный Ответа — дисфорсия Это дисфорсия А дисфорсия — это форма болезненно пониженного настроения, антонием слова эйфория, характеризующая мрачной раздражительностью чувством неприязни к окружающим Ответ B — фрустрация Фрустрация — это расстройство планов, уничтожение замыслов, психическое состояние возникающей в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей Или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний и имеющимся возможностям Ответ B — паритемия Паритемия — это несоответствие эффективных проявлений, вызвавшей их причине И ответ C — дистемия Ответ C — дистемия Уныние, подавленность, печаль, грубо говоря Не знаю, мне больше всего фрустрация нравится в этом варианте Я бы выбрал B, если бы отвечал Фрустрация, ответ B Давайте посмотрим Давайте Мы выбрали ответ B Да, Алексей, вы выиграли Я на все ответил Вы на все ответили Кроме вашего противогаза, Дмитрий Да, да, противогаз Все К сожалению, на вопросе с противогазом у вас не было своего противогаза, чтобы защититься И мы не смогли с ним справиться Но, тем не менее, спасибо большое за участие Четыре сапки отправляются к вам на следующем же стриме И... Спасибо вам, Дмитрий, за приглашение Седьмой выпуск объявляется законченным Спасибо, Алексей Спасибо большое Было интересно наблюдать за вашей логикой И в некоторых моментах она действительно была потрясающей Спасибо большое Спасибо, чат Спасибо вам, Дмитрий Спасибо за приглашение Как говорится, всегда рад Всегда брат Всегда... Барат Пока Пока, Алексей Спасибо И, кстати, совет с женой Это тоже очень правильный совет, мне кажется Многие так и будут поступать Слушай девушку, делай наоборот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому